В тёплой атмосфере и с вкусной выпечкой. Так встречают всех посетителей Матищинского дома-интерната. На этот раз гости особые. Председатель благотворительного фонда «Исток» Екатерина Багдасарова и глава городского округа Матищи Виктор Азаров познакомились с подопечными дома для пожилых людей и с тем, как устроен их быт. Директор Матищинского центра социального обслуживания Вячеслав Малинин провёл экскурсию по интернату, в ходе которой гости посмотрели столовую, процедурный кабинет, а также комнаты, в которых живут подопечные. И здесь я, красота, на всем наготовом, за мной ухаживаю. Я не привыкла вообще-то. Ну, уже давно идёт всё так. Всю жизнь я отработала фетшн в Матищинском районе. Всё совершено. А сколько здесь? Здесь три года. Внимание гостей привлекла игра «Джакала», в которой участники должны закатить деревянные шайбы в специальные лузы на доске. Это занятие понравится всем. В нём нет ни возрастных, ни физических ограничений. Екатерина Багдасарова и Виктор Азаров тоже решили попробовать свои силы в этой игре. Ух ты, не так просто. Для каждого проживающего в Матищинском доме-интернате найдётся занятие по душе. Здесь они обучаются домоводству, развивают логическое мышление в шахматах, посещают кружки по вязанию. Сейчас здесь активно готовятся к празднику Светлой Пасхи. Участие в мастер-классе по оформлению праздничных свечей приняли гости. Женщины любят и с тестом работать, и рисовать любят, и ножницами мы работаем, переплетения делаем. Беседа продолжилась в дружественной обстановке за чашкой чая. Поговорили с ней, во-первых, о сотрудничестве в плане волонтёрской деятельности по линии людей старшего поколения и людей с инвалидностью. И получили обратную связь, как мы будем дальше двигаться, для того, чтобы наши получатели жили лучше всех в Московской области. Постояльцы дома-интерната подготовили для гостей подарки, которые сделали своими руками. Они вложили в них частичку своей души, чтобы эти сувениры всегда напоминали им об этой тёплой встрече. Юлия Федориненко, Алина Савваш, Денис Петров, Первый Матичинский.